Всем привет, ребят! Меня зовут Данил, вы на канале StockOne И сегодня мы с вами поговорим о накамерном мониторе Portcase PT6 Я не буду рассказывать о его там функциях и так далее, то есть расскажу только о том, вот как он в эксплуатации и что мне в нем нравится То есть, в принципе, видите, он можно сказать, что одинаковым Ёбаные звери На камерный монитор вот так вот он выглядит Маленький, компактный И вот iPhone 12 mini То есть, в принципе, по размеру, видите, они очень даже похожи До этого у меня был Free World Что-то там Pro 7 Короче, в других видео Там можно будет посмотреть, какой у меня был До этого на камерный монитор То есть, он примерно был вот такого размера То есть, разницу видно Да, вот эта малютка И вот такая вот бандура, которую я носил с собой На камере На самом деле, очень неудобно Он большой Тяжелый Плюс батарейки, видите, вот такие у меня Sony здоровенные И то есть, реально было, ну, прям неудобно Очень неудобно Этот же компактный, маленький Камера его практически не чувствует Если батарейку сюда поставить чуть меньше, чем вот эта То, в принципе, вообще проблем никаких не будет Он очень легкий Также здесь 600 нит всего лишь Да, по-моему, яркость этого монитора Ну, я думаю, что да По-моему, 600 говорили Вот, тот у меня был на 2400 Нет, да, базара нет Он очень яркий Ну, прям, реально и днем И солнце ему нипочем То есть, очень яркий Большой, но очень неудобен он в использовании То есть, этот прикольный, маленький Его можно также прикрутить На стадикам, например Да, сбоку Вот я его фиксирую Когда хожу, снимаю Да, с моноподом Также он хорошо и на камеру цепляется То есть, очень удобный Ну, что, думаю Такой мини-обзор Это вот, собственно, коробочка Что тоже прикольно Для переноски этого монитора Также есть вот козырек От солнца, который защищает То есть, он вот так вот крепится сюда Ну, вот здесь есть переходники Вот такие Вот, и то есть, он фиксируется И как-то вот это выглядит Типа вот так вот Вот с козырьком Ну, на самом деле Я на улице снимал В принципе, вот 600 нит Вот этих, на самом деле Очень-очень даже хватает Честно Было солнце Я вполне комфортно все видел В принципе, вот этот козырек Даже не нужен Это я не знаю Если вы снимаете прям вообще Там солнце лупит прям В камеру куда-то Вот в монитор Тогда, возможно, да Этот козырек нужен Так, в принципе, даже без козырька Он вправляется Отлично 600 нит хватает вполне Значит, по дизайну Ну, дизайн прикольный Я говорю Практически как телефон Вход-выход Там очень много есть обзоров На то, что он уже Вместе с лутом Вам может выводить Изображение для стриминга Да, если вы занимаетесь стримом Здесь вы можете сразу Отслеживать уже То, какая ваша картинка Будет на выходе То есть, то, как ее Будет видеть человек По ту сторону экрана То есть, в принципе Эта функция очень классная Но, что мне больше всего нравится В этом мониторе Разрешение 4К, естественно И самое прикольное Это PCI По-моему, так называется PSA Короче Кстати А нет, не PCI Я сказал DCI-P3 Вот, правильно 100% DCI-P3 Это такое цветовое пространство Которое используется В кинематографе Используется в кинотеатрах То есть, именно вот Эта функция Прям очень классная То есть, здесь Цвета на этом мониторе Точно такие же Как я их вижу Вот в данный момент Сейчас То есть, не искажает ничего Не высвечивает ничего То есть, вот именно Передача цвета Такая, какая она должна быть То есть, как вот Вы записываете на площадке Точно такая же То есть, как вы так Все видите вживую Точно так же Монитор передает И вы видите То есть, вы можете контролировать Цвет Свет Там и так далее То есть, очень классный монитор По эксплуатации Мне очень нравится Я говорил Был тот большой Тот стоил намного дороже Но вот такая вот херня здоровенная На самом деле, неудобно Если вы его будете использовать С антенной И просто человек будет сидеть Мониторить, смотреть То есть, там бегает Оператор снимает А он сидит сможет То, в принципе, да Удобно Но, когда вы Сам оператор Сам режиссер И так далее То есть, это очень большой Такая вот бандура Прям, ну, мне не нравилось Короче, я его использовал Редко Ну, только вот в фильмах Там Потому что очень тяжело Весь, когда сетап собираешь Очень тяжело с ним бегать Монитор реально откалиброван Очень круто Еще на заводе Об этом тоже много Все говорят Я, ладно, не будем Давайте Просто о том От кайфа использования То есть, очень маленький Легкий Удобный С правильным цветом передачи Сюда также загружаются луты То есть, сразу можно Загрузить лут И в этом луте Уже можешь сразу снимать И смотреть Что у тебя будет Уже потом на монтаже То есть, также, опять же Можно обеспечить себе Ну, процесс монтажа Потом намного быстрее Потому что сразу уже здесь При съемке Видел, что, как у тебя И где В общем, вот такой Небольшой обзор Точнее, это даже не обзор А лишь То Мое личное мнение О этом мониторе Стоит он недорого Намного дешевле Того, который у меня был И его сейчас уже У меня ушел с молотка Я его продал Вот Этот намного дешевле Но намного круче По цветопередаче По всему Поэтому Обратите внимание На вот эту модель Она старенькая Многие уже знают Много обзоров было Но на самом деле Мне, как обычному человеку Который Не супер кинематограф И так далее Не супер оператор Мне очень нравится Просто чисто По-человечески Так я вам говорю Не профессионал Никакой Просто любитель Мне очень нравится Сделан, конечно, да По сравнению с тем Там пластик такой Более Ну, так скажем Дороже, что ли Там глянцевый Все так сделано Красиво Ну, как бы базара нет Но он очень огромный Очень яркий Очень огромный Да Но вот Здесь, конечно, пластмасса Чуть подешевше Так будет Они могли, конечно Сделать здесь металлический Какой-то корпус Но тогда Вес его стал бы Намного тяжелее Поэтому вот Они удешевили пластик Но зато сделали Хороший экран Который передает вам Правильные и красивые цвета В общем, собственно Вот так Порт кейс ПТ-6 Обратите внимание Если подбираете На камерный монитор О нем много говорили И Гарик Таран Рассказывал И еще много разных блогеров Там всякие Соботовские Хохловские И так далее То есть Поэтому я вам говорю Просто как человек Такой же Как и вы Обычный человек Который просто Ему нравится снимать Он этим Как бы Занимается Увлекается Вот Поэтому Рекомендую Обратить внимание На именно Вот этот монитор Ну, собственно Вот такое Коротенькое видео Получилось Только хотел поделиться Лишь тем Что Очень хороший монитор Очень удобный Поэтому Если вдруг Смотрели на него Не смотрите А приобретайте И пользуйтесь Я думаю Вам он очень понравится Точно так же Как и мне 600 нит Хватает Вот так Честно В общем На этом у меня все С вами был я Данил Подписываемся на канал До новых встреч Берегите себя Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...